Всем привет, с вами Ворм, и это игра Mass Effect, которую я начинаю проходить на своем канале. Очень люблю эту игру, как и всю трилогию, которая вышла на данный момент. Немножко исказило впечатление концовка третьей части, но потом BioWare ее пофиксили, и в принципе все стало более-менее сходно с Гожей и нормально. Прохожу в связи с выходом скором времени новой части Mass Effect Andromeda. Проходил данную трилогию достаточно давно. То есть первую часть я вообще очень давно проходил, но проходил ее всегда полностью, что я сделаю в этом плейлисте, который вы сможете видеть на канале. Начинаем создание своего персонажа. Играть я буду за Шепарда, но своего. То есть именно свой Шепард будет новой данной. Это будет именно мужик. Его имени, я назову его Ворм. Ну, странное для имени Ворм Шепард, да, но... Если так подумать, то почему бы и нет. Будущее, как бы далекое, там всякие разные имена могли быть. Я бы, например, себя Вормом и так и называл. Перевод идет у нас на субтитрах, то есть вся озвучка на полном оригинальном языке. На русском языке только тексты, надписи, возможно. По словам субтитра. Ошибка автовосстановления, то есть потому что я создаю нового персонажа. Очень классно сделали, в этой части мне очень нравится. Остановлен профиль. Так, выбираем тогда сначала предысторию. Предысторию я запишу. Запишу, то есть, ну, все основные моменты, так сказать, я запишу. А само создание персонажа просто перемотаю, чтобы вы долго не ждали. Так, возможный выбор информации. Это скиталец, колонист или бы землянин. То есть вы можете посчитать это все, наводжав на паузу. Просто я не буду на этом время заострять. Так, быстро труб для себя посмотрю, что подходит больше всего под меня. То есть я всех персонажей в РПГ подстраиваю под себя. Да не только в РПГ, в принципе. То есть подверглись мы нападению работорговцев. То есть мы родились и выросли на Мендуаре, небольшой пограничной колонии в Атическом Траверсе. Траверсе, не помню, как читается. Когда вам было 16 лет, Мендуар подвергся нападению работорговцев. Вашу семью и друзей убили. Вас спас, проходящий через систему патруля Альянса. Несколько лет субся вы записались в службу на войска. На службу в войска. Мне, в принципе, это подходит. То есть землянин там чистый сирота. В скитальце там всегда был с родителями. Рос в Альянсе там, по-моему, еще родители будут даже живые. А здесь в 16 лет потерял, то есть всех близких. И, в принципе, мне это подходит. А психологический портрет здесь, по-моему, мне будет более интересно. Уцелевший, то есть спустя время, во время миссии, то есть когда был уже более продвинутым человеком, опять потерял близких людей и подчиненных. Во время вашей службы одно из заданий закончилось катастрофой. Перенеся немыслимые физические страдания и тяжелейший психологический стресс, вы смогли выжить. Один из всего отряда, уже косяк в субтитрах. Вы единственный свидетель того, что произошло во время этой миссии. Теперь самое интересное, это сам, собственно, класс персонажа. Солдат, инженер, адепт, разведчик, страж, штурмовик из доступных классов. Магию я не использую, поэтому отпадают сразу у меня адепт, страж и штурмовик. На выброс это солдат, инженер и разведчик. Солдат мне не очень интересный, потому что это как бы силовик обычный в тяжелой броне, поэтому нет. Остается только инженер, либо разведчик. У разведчика во второй части будет стелс, поэтому мне это интересно. Но инженер может хилить, как вы можете знать по Тессу, который я прохожу в Зелдоскросс Карим. Я люблю именно хил еще, чтобы у меня был. А специалист, инженер это делать может. В принципе. Но все равно в приоритете все-таки у меня будет здесь стелс снайпер такой. То есть средняя броня доступна. Могу использовать снайперские винтовки и пистолеты. Разведчики это бойцы, которые сочетают боевые и технические навыки для уничтожения и обезврежения противника на расстоянии. Обычно использовать у них инструменты, разведчики отдают припочтение расшифровке данных и боевым операциям, а не лечению членов отряда. Но лечить все равно могут. Они могут использовать среднюю броню, а из оружия могут пользоваться пистолетами и снайперскими винтовками. Воспользуюсь этим классом, я тогда буду в нем приходить. Внешность лица тоже изменяю, то есть подстраиваю под себя, и я ее перемотаю. Тогда, пожалуйста, ожидайте. Сейчас это будет быстрая перемотка у вас идти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 с самого начала. Автораспределение поставлю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я приму решение Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем постам приготовиться к переходу Готовность номер один Начинаем заход Контакт с ретранслятором через 3, 2, 1. Малая тяга, норма, навигация, норма, внутренние тепловые коллекторы задействованы, все системы работают, дрейв в пределах 1500, 1500 это хорошо, ваш капитан будет доволен. Ненавижу этого типа. Найлас сделал вам комплимент, и ты ненавидишь его. Если ты вышел из сортиры и при этом не забыл стыкнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок в свечу галактику и попал в цель не больше спичечной головки, и это уже потрясно. К тому же спектр это не к добру, не к добру. Мне не нравится, что он на борту, считайте меня паранойиком. Вы паранойик. Совет помог профинансировать проект, но у них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так, но только идет, верит официальная версия. Ну в принципе я с ним согласен, отыгрывать я буду такого нейтралитетного чувака, но по силу и добру, будем применять по мере необходимости. Но в принципе я с Джокером сейчас согласен. Спектр не посылают на тесты полета. Значит здесь что-то большее, чем нам говорит капитан. Джокер, вложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена, на вид все спокойно. Хорошо, найдите коммуникационные булы и приходите к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую достигнуть все пуговки. Вашу сторону движется на мейлер. Он уже здесь, лейтенант. Передайте коммандеру Шепарду, что мы с ним встретимся для инструктора в радиорубке. Слышали, капитан? Я доволен. Ой, я слышал, да. Уже иду. Это за меня или у нас капитан все время малость возражен? Только когда говорит с вами, Джокер. Так, мне дали герой плюс 2 из-за того, что я выбрал добрый диалог, так сказать. Сразу сделаю сейв, чтобы не потерять потом создание персонажа заново и создавать, если вдруг что-то пойдет не так. Такое бывает, к сожалению. Так, я могу с ними еще поговорить, получается, да? Ну-ка. Капитан ждет вас в радиорубке. Используйте вас сюда, чтобы двигать персонажа вперед, лево, вправо и назад, соответственно. Капитан Андерсон ваш уже... А, командер. Капитан вас уже ждет. Шепарда переводят так же, как капитан. На самом деле у него должность командер, но у нас в нашей РФ таких нету. Да, я же говорю, что я увидел. Прошел на меня. Он же Спектр. Они все время на задании. А мы тачимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе так язву заработаешь. Мы говорим с ними, кто из Штурман Пресли. Поздравляю, командер. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсу? Я слышал, как вы спорили. Похоже, вы не доверяете нашему гостю Трианцу. Простите, командер. Просто мы с Адамсом перебросили пару слов, ничего такого не имели в виду. Но нельзя не признать, что ты здесь, в этом задании, странное. Вся команда это чувствует. Думаете, руководство Альянса что-то скрывает от нас? Если мы должны просто испытать эту систему, тогда почему командуют капитан Андерсом? Да еще этот Найлос. Спектры и элитные агенты, сверхсекретные. Зачем посылать Спектр, причем Спектр Турианца, на пробный пород? Что-то тут не складывается. Что тебе известно о стелсистемах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков, передавая технологию. В Нормандии единственный корабль с двигателем-прототипом. Но почему у нас Экоп-Аш по полному штатному расписанию? Дешевле было бы поставить только основной состав. И шансов, чтобы течка меньше. Да еще этот Найлос. Понятно же, что это пара уголков всего лишь прикрытия. Для чего? Понятия не имею, капитан, но мы явно здесь подложены предлогом. А я не любитель глушать потемку. У вас какие-то проблемы с капитаном? Никак нет, сэр. Я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон один из самых прославленных детских офицерской службы. Если он все свои медали переплавит, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца они не посылают на простяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Капитан Андерсон, главный герой книги по масс-эффекту, который является приколом для этой игры. Кто-нибудь ознакомился, советую тоже почитать. Вы не доверяете Найлусу. Я вообще Турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой отец участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда Турианцы на нас напали. Но это было давно, мужик, давай. Без расизма. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлусу. Да, наверное, нельзя. Но все равно меня нервирует, что на борту спектр, тем более Турианец. Мы корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитанам. У спектров своя субординация. И они не летают на обычные задания. Но Найлус такой вид, что он может быть в каких-то боевых действиях. Мне это не нравится. Я разберусь. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Командер. У капитана Командер. Я ввес на Эден Прайм, да, как это не место. Ну, короче, такие вот внешние суппитры читайте сами. Потому что очень трудно и двигаться, и что-то читать параллельно. Как вы думаете, Командер? Мы ведь на Эден Прайм недолго пробудем. У меня рубка чашется по-настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно качаются тем, что мне приходится штопать по слезарете. Ну, доктор права. Лишь дурак ищет драки капрал. Простите, Командер, но... Я скоро помру от дожидания. Первый раз у меня такое задание. Испектор на борту. Делайте свое дело, выполняйте мои приказы, и никаких проблем не будет. Вам легко говорить. Вы до себя показали на Кузе. Все знают, на что вы способны. Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальство, на что я способен. Слушай, мужик, у меня на Кузе весь отряд поддох, так что... Цель миссии не в чьи-то личный славик попрал. У нас есть своя работа. Не найдите глупостей, чтобы все не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Что можете рассказать о Нелосе? Турянцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве цели, чем у других раз. Хотя с нами у них не всегда хорошие отношения. Никакой, кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Нелосом лишь обманывал с парой слов. Он в основном общается только с капитаном Андерсеном. Вот бы увидеть его в деле. Я слыхал Нелос, как его измечку перебил целый взвод. Война первого контакта — это когда люди впервые вышли только в открытый космос, когда развили свои технологии, смогли использовать реконслятор и встретили сразу же турианцев. Так как люди сразу были агрессивные, не приветствовали никаких странных существ. Плюс турианцы впервые видели тогда людей. Началась у них между ними война. По-моему, она 300 лет продлилась всего в целом. Может, меньше, но я не помню точно. Может быть, 30 лет. Ну, в общем, можете погуглить, кому это интересно, в принципе. Я потом тоже это посмотрю, чтобы быть в теме, так сказать. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты спектра подчинены непосредственно советовать цитадели. Обычно они работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий спектров нет. По сути, это тайная организация, которая поручена охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят выше закона. Это опасно. Как же контролировать агента с неограниченными возможностями? Я полагаю, если агент выходит из-под контроля, совет лишает его статуса спектра, после чего за дело берется служба безопасности цитадели. Громилу с СБЦ не будет. Недийный шанс. Спектр стоит 20 обычных солдат. Спектры сами себе полиция. Если агент зашалит, посылай кто-то другого агента, чтобы он шлепнул. Вот именно прокурор и суд. Копорол поддит романтические легенды с реальности, капитан. Почему среди них нет ни одного из наших раций? Обычно спектры это выхвцы из раций входящих в совет, например, Турианцы. Мы уже несколько лет пытаемся добиться, чтобы выхводы приняли человека, но до сих пор этого не произошло. Эй, капитан, а из вас нехороший бы спектр вышел? И все эти невыполнимые задания приходится побеждать... Приходится побеждать при невозможном соотношении сил, прямо как вам на Акузе. Мужик. На Акузе подлег весь мой отряд. Это грустная история, одна из самых сильных психологических травм за всю жизнь моего ворма Шепарда. Там погибло 50 космопехов, Дженкинс. Простите, командор, я не хотел вас обидеть. Я уважаю то, что вы там сделали. Мы все уважаем. Давайте не будем углубляться в прошлое, капитан. Вам что-нибудь еще нужно, командор? Так. Иден Прайм. Вы ведь сами с Иден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Командор. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас нет... Мои родители жили на окраине колонии, и по ночам я бывало ходил на фоллум и глядел через поляна огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Поэтому я пошел на службу. Даже Рай, в конце концов, не дает дает. Есть идея, почему мы нас исправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет, и быть не может. Но что-то там видно случилось, раз на спектр на борту. Вот я и место себе не хожу. Никак не могу дождаться настоящего дела. Меня ждет капитан Андерс. До свидания, капитан. Да, не думаю, что я буду прям всю игру читать субтитры, потому что это довольно сильно утомляет. Но давай разберемся. Эту серию все-таки дочитаю, там уже перед следующей. Посмотрим, как будем себя вести. Так, это, собственно, сам Найлус, спектр Туренец. Командир Шепард, хорошо, что вы пришли первым. У нас будет возможность поговорить. Поговорить? О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Эден Прайм. Я слышал, она довольно красивая. Я не знаю. Я там никогда не был. Но вы не знаете. Для вашего народа Эден Прайм имеет символическое значение, так? Доказательство того, что человечество способно не только составить полонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Вы пытаетесь меня напугать, спектр? Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Действительно ли Альянс готов к этому? Думаю, пришло время искать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не пробки ли вы. Я догадался, что вы чего-то нам не договорите. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Эден Прайм, поэтому понадобятся специалисты по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ поступил с самого верха. Информация предоставляется по принципу необходимого знания. В ходе раскопок на Эден Прайм ученые нашли какой-то маяк, видимо протеанский. Я думал, что протеанские исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их на следствии. Ретрансляторы, цитадель, двигатели ваших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Дело слишком важное, Шепард. В последний раз подобное влияние дало человечеству технологический скачок на 200 лет вперед. Но на Эден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, нам нужно вывести его в цитадель. Очевидно, капитан, что это интерес к не только человечеству. Открытие повлияет на все расы в пространстве Совета. Почему бы не оставить маяк себе? У вас в деле не самая лучшая репутация. Некоторые расходы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Поделившись этим открытием с другими, мы улучшим свои отношения с Советом. К тому же нам нужна их научная помощь. Они знают о протеанских больше, чем мы. Маяк не единственная причина, по которой здесь Шепард. Найлас хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас в деле оценить. Почему? Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет в деле. Спектры представляют власти в авторитет Совета. Яссо не приму свои ряды человека. Это продемонстрирует, что ли многого смог добиться Альянса. Немногие смогли бы пережить то, что вам пришлось пройти на Акузе. Вы проявили выдающийся волю к жизни. Это весьма полезный талант. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Зачем Турианцу нужно, чтобы среди Спектров был человек? Не все Турианцы обижены на людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Мы знаем, что вам есть что предложить основной галактике и Спектрам. Мы элитарная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, шеопродлина все равно. Главное, что вы способны делать эту работу. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно с вами увидеть, на что вы способны, капитан, команда. Идон Прай будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить команды наземных бойцов, заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найдос пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Что вам известно про Теана? Ровно то, что тему учат в школе. Технически развитая раса правила галактика 50 тысяч лет назад. Потом исчезла. Как и почему, никто точно не знает. Хотя теории я слышал множество. Но все согласны, что без них цивилизация в галактике не существовало бы вообще, в принципе. Их цитадель сердца галактического общества. Без их редрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Но все в огромном долгу перед протаинами. Мне бы хотелось больше узнать об Эден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Что ж, мирная аграрная планета, но за всем этим стоит нечто большее. Эден Прайм одна из наших самых больших и старых успешных колоний, миров. Мы показали, что готовы к заселению новых миров. Это человечество способно выйти за пределы Земли. Что человечество способно выйти за пределы Земли? Это Прайм, символы эволюции человечества на космической расе. А теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протаин, даже ваших. Если бы мы не нашли британские развалины на Марсе, то до сих пор были бы запреты на Земле. Там был всего лишь маленький вид с данными. Кто знает, чему нас научит этот маяк? Что, если это архив по вооружению? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Отеческий траверсный самый стабильный сектор пространства в Титаделле. Там орудует немало разбойников и криминальных группировок. Они могут решить, что протаинский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же, Эден Прайм находится на самом краю системы Термина. Фактически, траверс находится под защитой Цитадели. Если системы Термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически, да. Но некоторые расы в системах Термина могут быть не против развивать войну. Последнее, что нужно Цитадели, — это ввязывание в масштабный конфликт с системой Термина. Так что мы должны сделать все без шума. Приказывайте, капитан. Может, на походе к Эдену. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сообщение с Эден Прайм, лучше сами посмотрите. Выводи на экран. Ложись! На нас напали. Несем тяжелые потери. Повторяю, тяжелые потери. Мы не можем... Эвакуация. Они свалились ниоткуда. Нам требует... После этого все обрывается. Согнал, нет, словно все умерли. Вообще тихо. Перемотай и останови на 38.5. Так, огромная рука выглядит. Должить обстановку. 17 минут полен нормальный, капитан. Других кораблей Альянса нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Небольшая ударная группа может выдвинуться быстро, не привыкая внимания. Это наш шанс собрать маяк. Собирайтесь, встречаемся в газовом трюме. Передайте Аленке и Дженкинсу, чтобы были готовы. Пойдете на выход. Включаю стелс-систему. Я гляжу в кофе, как нефил, поработал, капитан. Ваш отряд мускульная сила операции, капитан, командор. Кодите и прорывайтесь прямо к месту расходов. Что делать с выжившими? Помощь выжившим второстепенная задача. Главная задача — забрать маяк. Заходим на точку один. Найлас, ходите с нами. Один, я двигаюсь быстрее. Найлас поведет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном, прошу соблюдать тишину в эфире. Мы прикроем ему спину, капитан. Теперь миссия зависит от вас, Шепард. Удачи. Заходим на точку два. Так, собственно, начинается сам геймплей игры. По периметру все спокойно, командор. Так, ну что ж, думаю, на этом-то серию закончу. Она получится не такой уж и большой. В дальнейшем буду планировать... В дальнейшем буду выпускать выпусков по... Ну, выпуске по 20-30 минут. Там уже посмотрим. Читать, скорее всего, в дальнейшем я субтитры не буду. И вполне себе должно быть хорошо видно. Просто сейчас уже чувствую по первой серии то, что это довольно тяжело. То есть я устаю, и мне трудно будет, не отвлекаясь от процесса игры, это все отчитать. Так что, в принципе, с субтитрами можете ознакомиться, будете сами. Ну, а на этой серии я тогда заканчиваю. Всем спасибо, кто посмотрел, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите дальше. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok